Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр Фонд Кам на Додж Рам. В четвертом поколении установили головное устройство на базе Android от компании Тейс. Модель S Pro Plus с 10-дюймовым экраном. Установили штатную рамку автомобиля, все выглядит достаточно аккуратно. По проводке подключается разъем в разъем. Это предмаксимальная комплектация, но по мультимедии здесь все есть. Это можно считать то, что максимальная комплектация по мультимедии. И все адаптировали, все работает корректно. Адаптировали с аудиосистемой Alpine. Здесь также есть управление по ней. В специальном меню автомобиль. Здесь выводятся все штатные настройки по автомобилю. Здесь есть настройки по усилителю музыкальному и также прочие настройки, например, по свету или по открываниям дверей. Метрические либо в милях показывается. Также адаптировали с всем вот этим блоком. Здесь работает громкость, выключение звука, выключение экрана. Кнопка назад также работает. Переключение треков. Все, что связано с климат-контролем, также все выводится на экран и показывается. Температуру все корректно показывает. Отдув. Кнопки на руле также все работают. Здесь у нас идут две кнопки. Вот эти все четыре, они отвечают за этот экран. На нем, кстати, также выводится вся информация, которая идет на магнитоле, например, по радио, по музыкальным трекам. И здесь есть две кнопки. Они все работают. То есть это ответ на звонки и голосовой ассистент. И также работают кнопки управления громкостью. Центральная кнопка здесь выступает в качестве кнопки mode, переключает между всеми источниками. Вверх-вниз, соответственно, регулирует громкость. Слева у нас идет переключение треков. По преднастройкам вот этим. Бардачок вывели дополнительные USB-порты, куда вы сможете подключить флэшки с музыкой, с видео и прочим мультимедийным контентом. Интернет можно раздавать с мобильного телефона. Здесь вот сейчас видите, подключено по Wi-Fi. Также работает камера заднего вида. Ее можно включить либо включив заднюю передачу, либо принудительно нажав на специальную иконку и вводится изображение задней передачи. Также, соответственно, при включении задней, включается задняя камера. Линии динамические сохранились. Все корректно работает. Также на экран выводится информация об открытых дверях. У данной магнитола гораздо шире мультимедийные возможности, чем у штатного варианта. Здесь комплектация была тоже с экраном мультимедийным, но он был меньше и мультимедийных функций владельцу не хватало. Здесь же вы получаете все преимущества Android-системы. Можно скачивать любое приложение из Play Market. Самые популярные здесь уже предустановлены. Например, YouTube, Google Chrome, Яндекс.Навигатор. Есть возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки, либо для громкой связи. Есть эквалайзер. Можно построить звук под свои предпочтения. Есть функция разделения экрана. Можно одновременно запускать два приложения. Например, YouTube и Яндекс.Навигатор. Видео будет работать в движении без каких-либо ограничений и голосовой помощник Алиса в Яндекс.Навигаторе также будет работать. Есть несколько вариантов установки на данный автомобиль. Либо 7-дюймовый экран и он встанет в рамку. Либо же вот такие 9-10 дюймовые варианты. Они немного выделяются, но в целом все выглядит достаточно аккуратно, удобно всем пользоваться и гораздо удобнее, когда большой экран. Обращайтесь в нашу компанию. У нас вы сможете найти большую выбору различных мультимедийных систем и прочих недоснащений для вашего автомобиля. Наши менеджеры обо всем расскажут и подберут лучший вариант. Также есть установочный центр в Москве и в Питере, где наши специалисты грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. Есть доставка по регионам с постоплаты. Вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть своя служба технической поддержки. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok